Знаешь, кем работала легендарная Саманта Джонс? Она была директором собственного пиар-агентства. А Кэрри Брэдшоу? Да, она вела свою колонку о жизни, и сегодня она точно вела бы свой блог. Миранда была крутейшей юристкой, чем зарабатывала на квартиру в Нью-Йорке, а Шарлотта – спец по современному искусству. А кем работал мистер Бик? Я не нашла, но помню, что он просто ходил в костюме и зарабатывал кучу денег. За этот год я заметила тенденцию – мужчины ищут себя, пока женщины въебывают. Более того, слушать про то, чем занимается каждая, безумно интересно. Я не припомню никого из своего окружения, кто жил бы на деньги мужчин и ничем не занимался. Кажется, этот стереотип остался давно в прошлом, и тенденция скорее обратная. Мне кажется, это отличный повод для гордости. Возможно, у кого-то включается синдром самозванца, либо вам кажется, что про вашу работу и так все понятно. Но это совершенно не так. И мне так интересно послушать, в чем ты хороша и чему-то у тебя научиться. Именно так звучало мое приглашение сегодня на наш девичник-мастер-класс. Я решила просто собрать деятельных и крутых девчонок в Барселоне для того, чтобы мы обменялись полезными знаниями, навыками. Кто-то занимается инвестициями, кто-то инфлюенсер, кто-то из мира моды, кто-то ресторатор или дизайнер. Сегодня я хочу узнать про разные виды профессии и задать свои вопросы. У каждой будет по 10 минут своего собственного мастер-класса по профессиям. Должно получиться супер вдохновляюще. Я безумно как-то нервничаю, в хорошем смысле вдохновлена. Готовьте свои тоже тетрадки, ручки, бумажки, чтобы записывать какие-то интересные идеи. Я с удовольствием послушаю вас и будет безумно интересно узнать вас поближе, познакомиться. И давайте начнем с Оли, потому что именно ее кофейня сегодня собрала нас все вместе. Год назад Оля решилась на рискованный шаг, открыть собственную кофейню. Как ей это удалось? Потому что, мне кажется, многие из нас в какой-то момент думают, они открыли ли свою кофейню? Начала я как раз с того, что я открыл ресторан. Мы попали в самый кризис, мы абсолютно не изучили вообще, что как, что с рынком происходит. Такая нестандартная ошибка, многие, кто переезжает с голубой мечтой. И дальше я была в ресторанном бизнесе, так или иначе я занималась открытием проектов для инвесторов. А этот проект родился случайно совершенно. Я занимаюсь кейтерингом. Ивенты с вкусной едой, авторской, с украшением. То есть это всегда под ключ, это всегда с какой-то идеей, тематикой. Цветы, красивая посуда. Здесь мало кто это делает. Обычно, если это испанский кейтеринг, то это совсем другой формат. Вот там в лучшем случае тебе привезут более-менее нормальную еду с едой. И как раз для кейтеринга я искала цепь. Красивый потолок высокий, эти окна. В этом есть определенный шарм, что-то такое французское немножко, может быть, английское немножко. В общем, все то, что я очень люблю. И я подумала, что я не могу это оставить только для себя, закрыть от людей. И да, там на кухне готовить и все. Вот так родилась идея кофейни. То есть, на самом деле, мы шли немножко от обратного. Не было такого, что вот там концепция, я хочу открыть кондитерскую. Я подготовила бизнес-план. И дальше, соответственно, нетворкинг. Ну, в моем случае это был один день. То есть, я утром посмотрела помещение, оно мне понравилось. Днем у меня была встреча, на которой я просто случайно обмолвилась, что вот нашла помещение, нет ли у тебя случайно инвесторов? Шутку вообще. На что мне сказали, да, есть. Но это скорее история, наоборот, не того, как это обычно происходит и должно происходить. История с лицензиями и с тем, что можно и что нельзя делать. То есть, ресторан — это одно, кофейня — это другое, кондитерская — это третье. У них разная конвенция, разные налоги, разные зарплаты у сотрудников. К сожалению, мы ограничены тем, что мы только to go. Мы сделали посадочные места на улице, пока нас за них не оштрафовали. Так, чтобы поставить и могли просто клиенты зайти с улицы и присесть. К сожалению, мы не можем этого делать. Отсюда тоже рождалась концепция. Мы еще делали оффлайн такой формат листовок, в которые там ходила девушка. Единственное, что мы каждой листовке дарили модленку. Ну, то есть, это было там не совсем там постоять, раздать. То есть, она прошла по офисам, она прошла по... У нас здесь есть там небольшие постелы, маленькие отели, магазины все. И вот у нас прошла девочка, которая там разнесла тысячу модлен, тысячу флайеров. И от этого тоже, да, был фидбэк. Визуал — это вообще главное. Ну и здесь, на самом деле, грех не поделиться. А то здесь прям хочется. Ну что, как вы уже поняли, я адепт знакомств. Помимо того, что я очень люблю вот так вот собирать людей вместе, все мои друзья всегда называют меня Корги, потому что, кто не знал, интересный факт, что Корги — это пастушья собака, которая очень любит собирать всех вместе, очень дружелюбная. Помимо того, что мне очень легко познакомиться с людьми на улице, в кафе, я также знакомлюсь с людьми в соцсетях, не стесняюсь никому писать. Например, с Темой я познакомилась так, что я увидела его в универе, но написала ему в социальных сетях. Если честно, то мы вспоминаем с Темой первый год-два, что они были очень веселые, классные, но еще и немножко тяжелые. Но это логично, потому что сейчас мы уже знаем подход друг к другу, знаем, как разруливать конфликтные ситуации. А где-то первый год он такой очень притирочный. Но сейчас этот путь можно упростить на самом старте. И если вы сразу же понимаете психологическую совместимость с человеком и сразу же аспекты, на которые вам, возможно, предстоит поработать, то при знакомстве уже проще найти подход к человеку. И в этом помогает мое любимое дейтинговое приложение Twinbee. Да, у меня стоит дейтинговое приложение на телефоне. И что вы мне за это сделаете? А вот и оно. Но в нем я люблю проверять совместимость, проходить разные психологические тесты. Тип личности, большая пятерка, уже пройден. Тип темперамента, тьфу. Тип темперамента и стиль привязанности. Например, тип личности. Я заряжаюсь от общения с людьми. О, да. Я считаю, что соблюдение правил без исключения важнее. Я предпочитаю все планировать заранее. Ноу. Завершить. Я наставник. Кстати, мне всегда во всех тестах на типы личности попадается наставник. Видишь потенциал в любом человеке и одаренных, и талантливых чувствуешь сразу. Абсолютная правда. Проблемы других воспринимаешь своими. Черт. Да, выслушаешь, посочувствуешь, успокоишь. И даже ценный совет. Ууу, я сейчас даже заплачу. Даже на первом свидании ты будешь спрашивать не про увлечение любимый цвет, а о мечтах, о стремлениях. Это правда. Первое наше с Тёмой свидание спросил его, о чем он мечтает. Вау. Вот это да. Так, что такое Твинби, в чем его особенность, почему я так люблю о нем рассказывать? Твинби – это дейтинг-приложение, основанное на психологии, где пользователи как раз проходят разные психологические тесты, а искусственный интеллект рассчитывает совместимость и как раз показывает процент совместимости потенциальной с партнером. А еще что вот нас бесит больше всего в свиданиях? Вот скажите, меня больше всего раздражала первая встреча. Потому что это всегда очень неловко. А Твинби помогает как раз избавиться от неловкости при первом общении. Потому что в приложении собрана куча карточек, которые как раз помогут настроить диалог. Я очень люблю осознанный подход, поэтому супер рада, что такое приложение появилось, когда есть много карточек, много тестов, вопросов, нет никакой неловкости, и ты заранее много знаешь чего о человеке. Поэтому скачивайте Твинби по ссылке внизу в описании и упрощайте себе поиск любимого человека. Чувствую себя как либо Роза Сибитова, либо вот эта женщина с прической в ЗАГСе сейчас. Диана супертрудоголик. Она закончила журфак и работала по профессии много лет. В таких изданиях, как Собака.ру, The Village и многих других. Затем она стала работать в маркетинге тоже, в одних из самых успешных российских брендов. 12 Stories и сейчас Viva La Vica. Мне кажется, маркетинг и SMM рулят сегодня миром. И от Дианы я всегда получаю большое количество знаний по тому, как вообще работает маркетинг. Я очень рано начала работать в сфере. Я была модным журналистом. Собаке я доросла до модного редактора. Когда я приехала в Москву, я начала работать сначала с маленькими изданиями. Потом The Village, вот на Брестбай, знакомая оттуда. Я брала вайн. В общем, я писала про моду, про красоту, про культуру. Очень большой период жизни был, когда я работала в Харкерс Базар. Тоже писала там журналистам именно про моду. В какой-то момент очень сильно выгорело вообще от сферы фэшн. Я поняла, что я пишу просто про одно и то же. И все эти шмотки меня перестали как-то вообще вкатывать. Я ушла больше в культуру, но когда наступила война, стрелка закрылась. И сейчас институт стрелки, ну, его не существует. Наверное, до сих пор могу сказать, что это лучший и мой самый любимый проект, с которым я работала. Потому что это было офигенное комьюнити, очень образованных, очень осознанных, очень каких-то классных просто людей. Я параллельно работала в это время в Fall Stories как комьюнити менеджер. Я работала с соцсетями, но не только соцсетями. То есть моя работа не звучала как SMM менеджер именно в Fall Stories. Я, скорее, занималась развитием каких-то разных направлений. Вот, например, с Лерой мы знакомы, потому что я помогала при запуске мужской линейки. Я начала как экспертка развиваться. Начала давать консультации, организовать какие-то свои, в том числе, штуки онлайн. И сейчас я выросла на руководителя коммуникаций в ВВ в целом. То есть сейчас я отвечаю за все коммуникации в бренде. Виволовика, Чукс и Вилави, мы сейчас запустились в Лондоне. Вау, ничего себе. Да, спасибо. Бая супермодница. Сразу же после встречи она уехала на Fashion Week, где я просто покорила всех своей прекрасной шляпкой и, конечно, луками. Она переехала в Испанию и начала работать с местными брендами. Нашла агентство и посещает модные мероприятия. А еще у нее свой магазин винтажных вещей. У меня был план жить в Барселоне и в Москве, но в феврале пошло не так, все, все знают. И нужно было срочно что-то придумать. И получилось так, обстоятельства сложились так, что я полтора года жила в Париже. Опыт в Париже, конечно, и в новой всей сфере, которой тебя вообще никто не знает. Это вообще какой-то момент, когда в Москве уже, как бы я до этого работала инфируенсером, и стилизовала, и в принципе пиарщики как-то знают, вот здесь тебя зовут. Я думаю, ну нужно переезжать в Европу. Ты понимаешь, что у тебя нет ничего, и тебя никто здесь не знает. Ты вообще, ты никто в Париже, например. И вот это, конечно, было самое сложное. И, наверное, это было сложно вообще для всех Талакантов, потому что ты, типа, новый человек и все такое. Мне кажется, что спасло меня то, что, типа, у меня было ощущение дома, потому что были мои близкие друзья со мной. У меня не было никакой работы, ничего, просто бесплатные съемки какие-то. Кому-то так же, как ты начинал, когда, там, лет пять назад. Ты просто, там, кто-то тебе предложил, ты, там, за какой-то маленький бюджет ты начала, там, истилизовал. И фоткал кому-то контент, и на себе можешь отфотографировать. Ты все можешь в этот момент. Ты уже вот опять вернулся к точке ноль. И в этот момент, я помню, я выкладывала stories, все думали, что у меня много работ, а у меня ее факту было ноль. И в какой-то момент все начало работать. Потому что люди видели, что ты, типа, работаешь, все, такие, как все друг друга рекомендовали. Ну там есть вот этот человек, этот человек, он может это сделать. Я могу пофотографировать, могу постивизовать, могу и это сделать. Все отношения с людьми и с дружбой. И в Европе это другое. Типа в России у нас мониторитет другой И все друг друга, если ты друг, то ты друг Там до конца, все тебе помогут Все скрестные ситуации, все сложатся Друзья, или приедут тебе домой В Европе к тебе все по-другому относятся Здесь дружба другого уровня Если ты подруга, то мы с тобой классно тусуемся, пьем вино У тебя проблемы пока Я стараюсь всегда просто делать И все, конечно сложно, и особенно в Барселоне Сложно, я в этом городе всегда расслабляюсь И мне вообще очень сложно здесь работать Но здесь классно жить Легко ты вообще от этой жизни Условно говоря, отказалась Я всегда стремилась быть свободной И поэтому мне казалось, что в Москве у меня уже есть потолок А здесь нет потолка Какая твоя цель сейчас? Я просто хочу делать то, что мне нравится И чтобы это мне приносило деньги Тебе приходит какой-то европейский бренд через агентство Или тебе напрямую пишут И ты, стилизуя какую-то вещь, делая креативный контент Зарабатываешь тем, что ты эту вещь представляешь Условно на себе или на ком-то еще Так? Или не так? На себе только Ну, да Ну, мне вот помогает агентство Но я до этого делала и сама Какие-то фашинники Как она и сама? Пишешь на пиар этот бренд Привет, я такая Я вот это Представляешь себя Говоришь, что ты хочешь Почему ты хочешь попасть на этот показ? Мне кажется, что Насперва нужно выбрать, что тебе нравится Потом уже думать о том, что Поэтому ты выберешь, что тебе нравится А потом думаешь, что открываешь Я тоже не открыла бренд Потому что я пока не понимаю Что я хочу трансировать Что я хочу продавать И при этом я вот твой бренд очень жду Ты очень искренне и честно Оо всем рассказала Тоже это суперклассно Ну, потому что Многие тебе ощущают, что они какие-то не такие Да, все мы такие Хорошо сказала Все мы такие Дина Алмаз нашего девичника Она из мира инвестиций и больших денег И если мы больше отвечаем за творческий процесс То Дина занимается тем, чтобы связать крупные проекты с инвесторами Мы инвестируем в технологические стартапы И, собственно, инвестируем в будущие канбы, фигмы Неформальная довольно такая тусовка Там, не знаю, знакомые имена Типа основательницы синхронизации В этой тусовке Там есть закрытая конференция Founders for Founders И, собственно, я делаю часть Которая отвечает за инвестиции Называется Я16BC Ты привлекаешь деньги Но мы не берем деньги у институциональных инвесторов Потому что они, по сути, отдают деньги И забывают Мы берем деньги у других фаундеров В которых есть мотивация помочь таким же молодым ребятам А как мы ищем компанию Собственно, за счет бренда Из-за того, что это такое полузакрытое комьюнити И мы знаем всех в России Ну, и русскоговорящих точно Нам присылают все компании То есть я, условно, просто я сижу в каком-то чате Мне присылают, ну, стартапы, которые ищут деньги У каждого фонда свой фокус Мы инвестируем в Global First компании международные В российский бизнес мы инвестируем в самого основания Потому что там очень маленький рынок Нет стратегов, которые могут купить Там три стратега МТС, там Яндекс и так далее Вечеринки, в том числе, это моя работа для фаундеров Есть Fashion Week, а есть Tech Week Условно, London Tech Week Большие конференции технологические Куда приглашают много спикеров-фаундеров Очень похожи на Fashion Week Есть правила Best deals go to best friends Вот И за счет того, что у нас комьюнити Мы как бы не транзакционно общаемся с фаундерами Мы там, не знаю, делаем на вечеринку Он говорит, ой, я тут делаю новый стартап Давайте вы посмотрите Мы такие, окей Поэтому, если вдруг вы что-то где-то видите Я всегда как бы рада помочь Там, подтянуть какие-то контакты Надя, это тот человек, благодаря которому в Барселоне есть сырники и оранжевое вино Она также решилась открыть свой собственный ресторан До своего переезда в Барселону 8 лет она работала в ведущих ресторанных проектах Санкт-Петербурга В последние годы она занимается открытием и управлением ресторанов Обеспечивает полное сопровождение в создании ресторанного бизнеса Начиная от разработки концепции и до успешного запуска Собственно, проектом Салют Бестро она это абсолютно точно доказала И буквально за пару месяцев существования проекта о нем уже слышала пол Барселоны Меня зовут Надя Я уже в Барселоне живу 2 года Я еще переехала до войны И, в принципе, у меня давно был такой план Переехать из Санкт-Петербурга в Барселону Почти 14 лет работаю в ресторанной сфере Я начала работать по классике, наверное, на первом курсе официантом Вообще у меня образование техническое Я программист Еще экономическая там была часть Вот, но когда я попала в ресторанную сферу Я поняла, что мне очень интересно здесь развиваться И я прошла довольно-таки долгий путь Я работала управленцем разных проектов Последний проект это был «Футура» Был, конечно, некий страх, когда я сюда переезжала Потому что моя сфера все-таки завязана в большей части общения И испанский язык я не знала И поэтому я, в принципе, планировала год вообще просто путешествовать Учить язык, знакомиться с людьми здесь Вот, Коля была почти первым человеком, с которым я познакомилась Еще в Москве, мы с ней встретились Я год ходила в языковую школу Каждый день по 4 часа Долгое время была без работы Я, как голодный человек, работа начала заниматься всем Начала бизнес-план, инвестиционный бюджет Вынималась персоналом, наем персонала Прописывала какую-то культуру нашего заведения Расскажу вообще про концепцию «Салют» Утром можно позавтракать, выпить спешлти кофе И уже с семьи у нас действует другое меню, чтобы поужинать Различные тартары, севичи, выпить вина Концепт такой, быстро на каждый день Приходят люди из русскоязычной тусовки, не из русскоязычной тусовки Они с тобой знакомятся Ты потом с ними общаешься, сгружишь там, куда-то идешь поужинать и так далее Не знаю, приходит поставщик такой «Попробуем шампань, давай» Я говорю «Давай» Он потом звонит поставщик устрицы «Давай устрицы попробуем» Столько знакомств приобретаешь Думаешь, а, ну ничего себе, сегодня устрицы попробую, шампань попробую Просто работа мечты Оля дизайнер одежды и креативный директор своего собственного бренда Сейчас она уже сотрудничает с производствами в Барселоне А ее платье выгуливают на Fashion Week Оля работала в Лос-Анджелесе И одевала Элис Селебрити, например, Леди Гагу Я в Барселоне и очень давно, и недавно Временно, потому что я переехала в 2010 году Я здесь училась на дизайне одежды Как раз здесь, в Грассе, недалеко есть университет ID И, собственно, потом меня жизнь немножко помотала Я была в Лос-Анджелесе Потом была в Ярославле Потом была в Москве Барселона до боли была знакома Каждый угол здесь, ну просто уже все Я такая, ну хочется свеженького, но можно начать с Барселоны Возвращение в западный мир Вот, поэтому мы с вами молодым человеком переехали из Москвы В Барселону в декабре 2021 получается У меня Passion Project в моей жизни Это мой бренд под именем Оля Кастерина Я вам потом покажу, где можно посмотреть Женская одежда Это не тот проект, который меня кормит Но это тот проект, которым я стараюсь максимально Хотя я на самом деле очень долго этим занимаюсь Но я прошла все этапы отрицания и принятия в фэшн-индустрии Вот, ну, соответственно, я работаю с этим брендом План выпускать две коллекции в год Вернуться в историю с шоурумами На бренд, который называется VMI Я делаю всю техническую составляющую И слежу за производством Параллельно всегда фрилансила на других, другими брендами И как бы задача все время была делать в формате недель моды То есть есть две коллекции в год Съемки, это бесконечное производство То есть это все такая очень, как бы, сложная история Ко мне приходило очень много девчонок Которые такие, у меня есть деньги, хочу свой бренд Мы сейчас сначала сделаем ИП Нет, не сначала Начните с того, что хотя бы поймите, где вы будете на рынке Приедешь на фэшн-вик, ты в своей одежде Ну да, то есть, как бы, получается Это такой тоже бесплатный способ промоушена И это, как бы, схема, достаточно стандартная Например, Пая, да, сегодня тоже Карина, вот, идет в Милан Я лечу в Милан, в бане летит в Милан, давай Карине передадим на ивент платье Окей, супер Лера креативный директор и эксперт в фэшн-маркетинге Специалист по пиар, смм и бренд-стратегиям Много лет Лера стилизовала и манджирила крупнейшие бренды А еще являлась продюсером фэшн-проектов За пять лет индустрии она проработала и в Esquire И вместе с Adidas, и с Ray-Ban И многими другими крупнейшими брендами Теперь Лера решила развивать свой собственный проект И работать на запуском собственного бренда Я бы тоже когда-то хотела открыть свой бренд И мне стало интересно, как это делается Пять лет маркетинге я занималась работой с инфлюенсерами и с героями Я продюсировала, стилизовала съемки, например, для Adidas Были клевые герои, там, Женя Чепотков, например И я поняла, что это круто работать с героями И именно делать такие спецпроекты А ты училась? Я училась на медиапродюсера Глобально изначально выбрала даже институт, направление В общем, куда можно пойти просто быть там маркетологом Но мне, по целому, как-то с другой стороны еще на эту индустрию посмотреть И в Univeria я, например, делала стенд теги для Uniqlo Для инновационной линейки хитек Отдельное направление В общем, например, если ты живешь где-то в Сибири У тебя там холодный климат Какие-нибудь кофты, которые выглядят как обычный джемпер Но он настолько теплый И сохраняет температуру И нужно было, в общем, запустить в маркетинге Через соцсети, через инфлюенсер Вот эти вот посылы правильно донести Чтобы глобально в России Люди, кто живут, например, в Сибири Знали о существовании Такой возможности, что они могут просто заказать себе это Мне безумно нравится подход к контенту Международных фэшн-изданий В том числе Хайс на Байте Может быть, вы про него знаете Они выпускают пару раз в год Выпуски в расслабленном ключе И так круто, во-первых, узнавать про маркет Мне приятно вкладывать деньги в такой контент Здесь как раз есть и комментарии Креативных директоров Хайс на Байте И вы можете тоже посмотреть, что это такое То есть люди, по сути, придумывают Сами вот они делали, придумали медиа Это вообще журнал вырос с пабликом в Инстаграме Есть в соцсетях Я люблю такие истории Я сейчас читаю книжку про то, как зарождался Netflix Это просто удивительно, что из ребят Там 10 лет назад соревновались с видеопрокатом И то их никто не купил Потому что подумали, что они вообще какие-то крэйзи ребята А потом вдруг раз, и все выросло Поэтому мне кажется, это здорово подмечать То, что вообще, в принципе, в мире происходит Никто об этом не знает В общем, в протяжении этого года я работала над созданием бренда Мы сейчас будем его запускать Мы встанем в золотое яблоко Мы будем сотрудничать с блогерами Сделаем офигенные соцсети И мне просто самой интереснее уже сделать Эти же действия не для кого-то, а для себя Когда ты ищешь людей, которые хорошо тебе Не знаю, там что-то запишут или сделают Ну, ты просто спотыкаешься постоянно Какой-то лютый кринж И что людям это все неинтересно Им интересно просто заработать деньги Они сделают что-то полезное И в плане поиска рук, редакторов и так далее Это самая огромная проблема, конечно Поэтому, да, я всегда все делаю сама Но с каждым годом я понимаю, что хочется делать больше И чтобы делать больше, нужны руки, конечно И доля риска И не пугаться этого риска, это делать Настя супервумен Она инфлюенсер и сотрудничает с международными брендами Например, с Шанель У нее есть и свой бренд керамики Кстати, довольно успешный И недавно в Барселоне был солд-аут в первый же день продаж А еще у нее свое агентство по видеопродакшену Она довольно успешный фотограф А ее продакшен снимает кампейны для известных брендов Многие не знают, что же стоит за работой инфлюенсера Поэтому об этом нам сейчас расскажет Настя Начнем с того, что все началось с фотографии И я начала фотографировать супер-супер давно Мне было лет 13, у меня появилась пленочная камера Мне кажется, уже в 14 я удивила и свою семью и родителей тем, что стремилась куда-то попасть Ну, то есть, понятное дело, снимать фэшн, снимать журналов Но я очень в раннем возрасте поняла вот эту разницу То, что тебе безумно нравятся какие-то творческие съемки Где ты можешь позволить себе больше И можешь сам выстраивать рамки И коммерческие съемки, которые будут вносить тебе деньги Но там ты будешь более ограничен тем, что ты всегда больше подстраиваешься под клиента Потом, в какой-то момент, мне было лет 17 И я была в университете, я изучала инфлан и маркетинг Закладывала что-то, ну, годами Ну, не зарабатывала на этом И даже, как бы, не планировала то, что впоследствии будут зарабатывать Просто я думала, что это классный имиджевый инструмент Потому что, вот, у тебя есть инстаграм Человек может зайти, он понимает, чем ты занимаешься И что вообще-то такой, вот, ты фотограф, но ты такой классный Вот, и я начала снимать также фэшн Потом, как бы, у меня появились операторы Потом появилась команда У меня начались сотрудничества с брендами И когда у меня уже было ощущение, что я доросла до какого-то уровня Где мне, правда, есть что предложить И, возможно, там, бренду, журналу, кому угодно будет интересно В этом случае я уже начала и предлагать И думать о том, в какую сторону я хочу развиваться Понятное дело, что пять лет назад у меня было намного больше России А сейчас ее намного меньше Но все равно у меня всегда была довольно международная аудитория И, ну, это легко было считать и там, и по комментариям Ну, и так далее И вот это вот все помогает тебе и в карьере фотографа Помогает тебе и в карьере пьесера И, то есть, все начинает работать Настя Донцова У нее очень интересная история Человека, который в один момент потерял все Но собралась И недавно основала и управляет международным маркетинговым агентством За год она уже смогла выйти на международный рынок И поработать с более чем 12 странами Закончила МГИМО А сейчас еще и учится в Барселоне И есть еще одна интересная деталь До войны у меня было просто SMM-агентство У меня была подруга-сопартнер В итоге война началась У меня не осталось ни подруги, ни агентства Вот Было очень тяжело И тогда я просто села и поняла, что нужно что-то делать с нуля Потому что на тот момент мы себя очень комфортно чувствовали Мы работали с Pepsi, с Danone У нас были годовые контракты Первые пять месяцев не получалось ничего Просто там я зарегистрировалась на каких-то платформах Типа Work И там первый клиент нас нашел Какие-то уже международные деньги заработали Чтобы еще что-то начать реинвестировать Сейчас у нас агентство Adel Мы занимаемся международным маркетингом и дизайном для технологических компаний Сейчас у нас есть клиенты из... Ну, были, есть клиенты из 12 разных стран У нас есть клиент, с которым мы работаем уже 5 лет Это фаундеры, у которых есть разные проекты И мы прям помогаем им с каждым из проектов Помогаем собрать команду, если мало денег, фрилансеров Как раз в маркетинговых стратегиях мы стараемся прописывать полностью Все отделы, которые им нужны будут непосредственно к продажам Потому что у стартапов там две проблемы, наверное, продажи Интересно, к факту Пару месяцев назад я пошла в школу Амбукара То, чтобы стать проводником Лилы И сейчас я уже, получается, два с половиной месяца учусь Скоро у меня будет аккредитация Если я проведу аккредитацию, то я начну проводить и всех вас приглашаем Рубрика «Женщины, они занимаются в СИМ» Эльвира живет в Барселоне два года И чудесно говорит по-испански Эльвира работает в сфере пиар И специалист с огромным опытом работы Она сотрудничает с проектами по всему миру, но специализируется в основном на сфере ресторанной Она не стесняется писать местным испанским проектам и сотрудничать с ресторанами и прокачивать их СММ А еще она отвечает за СММ и пиар одних из самых лучших ресторанов в Санкт-Петербурге А также вместе с сестрой не делают свой образовательный проект А раньше Эльвира работала в сфере ивентов И даже успела побыть учителем ИЗО в школе Коротко говоря и честно, Эльвира делает миллионы И не стесняется этого Я тоже работаю в маркетинге, в пиаре уже 9 лет Больше в ресторанный маркетинг, пиар с акцентом И до пандемии все было в офисах Не было такого онлайн И я переехала сюда 2,5 года назад Сейчас у нас небольшое агентство продвижению Мы сейчас работаем с проектами в Барселоне, в Европе и в России В ресторанном тоже Ну, в основном это рестораны, да Сейчас онлайн развивается И вот мы с сестрой обучаем СММ И у нас много тоже ребят в команде работают с нашими учениками И вот, собственно, это именно 2 вещи, которыми я занимаюсь Веду проект Ну, да, мы с собак Какие же все оказались бесконечно классные Встреча была для меня очень полезной Идея о собственном бизнесе кажется уже не такой страшной Потому что я хотя бы узнала про все этапы И да, это сложно, но все-таки реализуемо По пути я записывала полезные инсайты Ну, а как вам идея такого девичника? Хотели бы вы что-то такое же у себя в городе? В общем, пишите свой фидбэк и ставьте лайк этому ролику Ну, а я вас обнимаю и увидимся с вами в следующем выпуске Пока! Субтитры создавал DimaTorzok